Актуальная тема Сегодня у нас в гостях депутат Народного хурала Баир Циренов, молодой, но амбициозный. Добрый день, Баир. Я пока готовился к программе, решил, что ты будешь отдуваться за весь Народный хурал сегодня. Первый вопрос такой, что тебе понравилось на сессии Народного хурала или что не понравилось? Что для тебя интересно было? Ну, сессия Народного хурала, вообще, наверное, работа органов власти не та вещь, которую можно в категориях понравилось, не понравилось, да, оценивать. Поэтому мне сложно прямой ответ на этот вопрос дать. Но сессия была, ну, достаточно такая, рабочий настрой, обсуждали текущую повестку. Ну, повестка такая относительно небольшая была, потому что у нас обычно в районе 60 вопросов бывает, в этот раз было 38. Хотя при этом сама сессия достаточно, ну, то есть обсуждение вопросов достаточно подробным было. Вот, ну, каких-то, наверное, у нас республика за последний, ну, за 15-й год привыкла к каким-то таким шумным сессиям. С этой точки зрения, наверное, сессия не была таковой особо, да, сильно, каких-то вопросов скандальных, так скажем, может быть, или каких-то не было. Ну, некоторые депутаты пытались привнести какую-то долю скандальности в эту сессию, но мы об этом чуть попозже поговорим. Ну, вот, лично вот для тебя, то есть, может быть, у тебя были какие-то ожидания определенные к этой сессии, там, какие-то вопросы рассмотрели не так, как лично ты думал, да, рассмотрит, или как думала ваша фракция. Ну, я сразу вот, я всегда стараюсь откровенным быть, да, вот, какие-то свои мысли говорить. Мне ситуация с ВИП-доплатами немножечко не понравилась, так скажем, как она ход ее обсуждения. На мой взгляд, не совсем честно, там некоторые мои коллеги поступили. То есть, ну, я сразу с чистой совестью могу сказать, я абсолютно сторонник решения этого вопроса. Да, в свое время, может, помните, я этот вопрос тоже инициировал, но вот тот случай, когда нельзя тоже чрезмерно страдать популизмом и говорить, а, сейчас взять и отменить все, и все, вопрос решился. На самом деле, вопрос-то сам тоже не такой простой. На данный момент этот закон касается 926 жителей республики, пенсионеров, но не надо сразу думать, что все 926 человек получают там 100 тысяч надбавок, допустим, да, это грубо говоря. Ну, там же цифры известны, 926, там, по-моему, даже 929 человек на доплату к их пенсиям уходит 270 миллионов. Да, но это на всех, но надо понимать, что огромная часть этих людей – это служащие, то есть это примерно, ну, специалисты, допустим, мы приходим в администрацию, да, сидит простой специалист, у него далеко не огромная зарплата. Ответственность у него огромная, на самом деле, я даже вам по народному хуралу могу сказать, я вижу, что у меня вообще никаких претензий к рядовым специалистам хурала, я не считаю их недармоедами. Ты имеешь в виду аппарат хурала? Аппарат хурала – это действительно люди профессиональные, это действительно люди очень много работают, на них огромная ответственность, и порой они, наверное, испытывают в том числе давление со стороны своих руководителей, и при этом они вот в таком достаточно ситуации. И они получают не огромные зарплаты, они вполне такие в пределах, наверное, зарплаты учителей, может быть, там, врачей многих, да, и при этом ответственность, конечно, иногда у них достаточно высокая, и уровень профессионализма у них высокий. Вот эти люди, уйдя на пенсию, получают надбавки, там, кто-то полторы тысячи рублей, кто-то 700 рублей есть, там, на уровне муниципалитетов в районах. Вот по ним, мое мнение, их не надо урезать, эти надбавки, они не такие большие, и они вполне их заслужили. Но есть отдельная категория, в рамках того же закона, тоже категория, которая получает огромные надбавки, это так называемые ВИП-пенсионеры, вот их действительно можно так называть. Это бывшие руководители регионов, народного хурала, там, да, и так далее, их заместители и так далее. Вот в этой части, конечно, надо было бы навести порядок, но надо понимать, что упразднением этого закона в целом, да, мы не наведем порядок, мы просто всех под одну... Насколько я понимаю, там инициатива-то состояла не в том, чтобы вообще отменить надбавки, да, то есть собирались постепенно, там, пока до 70-50%, но почему бы не принять какую-то дифференцированную шкалу? Я полностью согласен. Вот на все эти вопросы, почему бы, все-таки надо подойти обдуманно, да? То есть тут, на мой взгляд, на этой сессии была попытка немного сыграть на эмоциях, потому что инициатор этого законопроекта, когда выступал на комитете, в котором я состою, да... Это можно говорить прямо с именами. Ну, давай, Михаил Гиргенов. Да, Михаил Гиргенов. Он согласился с тем, что закон-то не доработан. Я так думаю, что он и сейчас не будет этого отрицать. Он, в принципе, на сессии... Он этого не отрицает. Вот, и он, более того, на комитете сказал, что он отзовет законопроект с тем, чтобы мы его доработали, и он согласился с предложением нашего комитета создать рабочую группу. Но потом, когда этот вопрос рассматривался, сказал, что почему-то он его не отозвал. Я не знаю, по каким причинам. И в итоге получилось, что вот Совет Народного Хурала вот такой нехороший, в поддержку не включил вопрос, хотя он как будто бы настаивал. Вот в этих вещах, я считаю, что немножечко, может быть, надо было как-то, ну, тоже подойти, может быть, более обдуманно. Вот с этой точки зрения, может быть, не совсем правильно. Но дальше суть самого принятого решения на сессии Хурала, на данный момент, надо тоже понимать, большинство, на мой взгляд, в Хурале, все-таки, на данный момент, в целом, уже психологически, может быть, уже свыклись или поняли, и согласны, что этот вопрос надо решать, и мы его будем решать. Для этого создана комиссия, соответствующая. Я попросил меня включить в эту комиссию. Я в ней теперь тоже... Да, это я знаю, что ты поросил включить. По поводу комиссии, Михаил Денисович, он вчера на сессии, перед сессией, то есть до повестки было, да, до основной повестки, он предложил два пути решения, то есть создание рабочих групп, но ему навязали, скажем так, ну, фактически, да, ему навязали также создать рабочую группу, но уже с несколькими иными кандидатурами. То есть туда войдет глава республики, туда войдет представитель народного хурала, и выбрали еще нескольких депутатов, которые, по мнению многих, они, ну, скажем так, ангажированы. Я тут скорее, вот в этом вопросе, я скорее с Михаилом Денисовичем согласился бы, ну, я, в принципе, голосовал в поддержку его предложения, но, как вы видели, к сожалению, не прошло, там, большинство голосов все-таки вышло. Ну, одного голоса я где-то не хватил, 33 депутата проголосовала за. Да, вот, ну, я тут, вот в этом вопросе я с ним согласен, что действительно, тут народному хуралу надо все-таки, ну, может быть, в целом хурал потихонечку учиться быть смелее, но еще не до конца, видимо, научился, то есть все время оглядываться на кого-то, это, наверное, тоже не совсем правильно. Иногда это у нас даже буквально происходит. Да, такой вопрос. Впервые об этом законопроекте, ну, от Михаила Денисовича, да, мы услышали практически сразу после выхода с новогодних каникул, да, в этом году, там, буквально 11-12 января он заявил об этом законопроекте, прошло больше, ну, полтора месяца фактически прошло. Этот срок недостаточен для того, чтобы вдумчиво рассмотреть этот законопроект, там, разработать его? Ну, вообще, какой срок нужен для того, чтобы сделать, ну, скажем так, воплотить в жизнь, да, или в каких-то рамках? Понимаете, ну, надо тоже откровенно сказать, что сам вот этот закон, который на данный момент действует, и идея по его поправкам, да, в этот закон, он достаточно такой эмоциональный. То есть, будем откровенно говорить, давление мощнейшее. Нет, я сейчас не говорю конкретно про этот закон, вообще, сколько нужно времени, чтобы довести идею до... Нельзя сказать однозначно, что на любой закон нужно столько-то времени, ведь есть же какие-то очень крупные кодексы, допустим, да, которые очень объемные, охватывают очень широкие какие-то вещи. Бывают очень простые законы, ну, когда мы элементарно приводим в соответствие с федеральным, ну, то есть, какое-нибудь слово просто надо заменить, просто мы обязаны это сделать с точки зрения уже федеральных законов, да, мы должны соответствовать, ну, точнее, соответствовать нашей конституции, региональные наши законы не должны противоречить федеральным, и поэтому мы их приводим. Ну, это вопрос буквально, там, технически, это, наверное, практически решается, да, ну, то есть, ответственный комитет просто готовит бумаги. Вот, поэтому тут нельзя сказать, что столько-то времени надо на любой закон, но вот конкретно на тот закон, о котором мы с вами говорим, я думаю, что нужно определенное время, хотя и не надо его затягивать, там, на несколько месяцев, на полгода и так далее, но я думаю, что, по идее, наверное, комиссия должна, ну, где-нибудь месяц, может быть, поработать и, в принципе, вполне реально к следующей сессии его подготовить по срокам. Я спрашиваю про сроки подготовки законопроектов, вот почему. В 2012 году, летом 2012 года, еще прошлый созыв народного хурала говорила о том, что, да, мы согласны сократить количество депутатов в народном хурале. Там выдвигались даже определенные цифры, да, говорилось, насколько человек нужно сократить, сколько оставить, чем они должны заниматься, да. Зимой 2013 года уже новый созыв, который сейчас работает, они также согласились с тем, что нужно сократить количество депутатов в народном хурале, даже привели цифру 25 человек, да. А кто согласился? У меня сразу к вам вопрос. Кто согласился? Я просто не помню, чтобы это обсуждалось официально, может, кто-то отдельный представитель. Допустим, зимой 2013 года уже Сергей Мизинин, депутат народных хурала, он говорил, что оптимальный состав парламента 25 человек. Это не весь хурал, это его мнение. В этой статье, из которой я цитату взял, да, там было еще несколько человек. Я, как бы, такие вот точки, скажем, да, такие вешки временные. В октябре 2015 года депутаты хурала вновь возвращаются к этому вопросу и также, то есть в октябре 2015 года, мы помним, да, начались сокращения аппаратов различных, да, там вертикали власти на 10% урезания штатов и прочее. Да, депутаты вновь вернулись к этому вопросу и они говорят, что да, мы опять поддерживаем свое сокращение. Многие депутаты также высказались, но появилась цифра 60 депутатов, то есть всего на 6 человек сократить. Вот этот, эта идея, она уже 4 года идет. Это вопрос к инициаторам, а я вам скажу, что я принципиально не согласен с этим, на самом деле. Я, может быть, не очень популярные вещи скажу, но я принципиально не согласен. Я считаю, что депутатов еще больше даже должно быть, но при очень большом и важном условии сокращение затрат на содержание и количество депутатов, это разные вещи. В советские годы, если мы посмотрим, Верховный Совет был гораздо шире, и это было правильно, и в этом было больше демократии. Потому что народный хурал, это не только законодательный, но это представительный орган власти. И при, то есть у нас население, в принципе, конкретно в республике сильно не сокращалось с тех времен, но представительный орган власти очень сильно сократился численно. Я думаю, что это как раз-то не совсем правильно. Оно, если воспринимать депутатов все-таки так, как надо их воспринимать... Небольшим числом легче управлять, ты думаешь? Безусловно, управлять легче. Это большая ангажированность. Даже при нынешней численности у нас часто чувствуется, что какие-то помимо политических мотивов, помимо каких-то вполне интересов республики, какие-то вещи, связанные с родственными связями, бизнес-интересами, они постоянно проскальзывают. Я как коммунист могу сказать, что я в целом-то считаю, что это просто признаки буржуазного парламентаризма, это просто родовое пятно буржуазного парламентаризма. Коррупция оттуда идет. Но тем не менее, чтобы минимизировать как раз эти вещи, надо расширять демократию, расширять представительство людей. Другой вопрос, что у нас, если мы посмотрим на нынешний состав Хурала, то у нас окажется чуть ли не большая часть это представители буржуазии или представители бизнеса. Я тут даже не к тому, что они плохие люди или что-то говорю. Я к тому говорю о том, кого они представляют, собственно, они защищают свои интересы, своего класса. А вот рабочих, людей из сельской местности, действительно, учителей, врачей достаточно мало, недостаточных сегодня. И поэтому, конечно, надо было бы расширять, но одновременно сокращая затраты. Это вполне реально, так раньше и было. Как сократить затраты, если мы знаем, что каждому депутату сегодня положена определенная сумма выплат ежемесячная на содержание помощников своих, на канцелярские какие-то принадлежности и так далее. Несколько десятков тысяч, скажем так, каждому депутату положено. И это прописано в законе, что им положено. Если мы можем менять, если ставить вопрос об изменении численного состава, то я бы его ставил в сторону расширения, хотя бы, может быть. Я сейчас не готов подробность сказать, до скольки довести, но это надо еще обдумать. Но сокращать уж точно, я считаю, не надо. А вот сокращать расходы вполне можно и есть на это резервы. И вот из этих резервов надо искать возможности. Иначе это просто иногда в популизм превращается, когда мы говорим просто сократить. Не надо просто из органа власти пытаться делать страшилку. Надо бороться с самими проявлениями вот этими. По факту сейчас так и происходит. То есть обычный человек, идя по площади, да, и глядя на зданиях Урала, он понимает, что вот где-то там есть небожители, которые что-то там зачем-то заседают. И вот здесь я хожу, да, у меня есть свои проблемы. Поэтому этих надо небожителей приземлить. Мы можем говорить о том, что сейчас родилась законодательная инициатива, которая в этом году будет доведена до... Об увеличении часа вы имеете? Да, об увеличении часа. Либо о сокращении затрат на Урал. Ну, об этом у нас уже в принципе о сокращении, не в этом даже году, да, еще и в прошлом году об этом говорилось. О сокращении. Вот то, что касается как раз вот этого закона о доплатах, он на самом деле непосредственным образом связан и с зарплатами действующих чиновников. Потому что в соответствии с этим законом они напрямую привязаны к зарплате главы республики. Вот об этом много уже говорилось, но я еще раз хочу повторить, что огромные доплаты нашим бывшим чиновникам, они появились же ведь с приходом главы нынешнего, Вячеслав Владимирович, заняв свою должность, он сказал, что такие маленькие зарплаты в Томске даже заместители не получали, а тут целая глава, вот, и повысил себе зарплату. Это сразу отразилось на его заместителей, на министров и далее по цепочке. Вот, и я даже слышал от многих наших ветеранов, в том числе тех, кто получает вот эти большие выплаты, что они сами были шокированы первоначально, когда получили вот в первый раз эти огромные доплаты. Для них это было неожиданностью. Не они это лоббировали зачастую, да, оно так получилось. Поэтому я думаю, что вполне логично стоит вопрос о том, чтобы в дальнейшем эти вещи приводить в порядок. И как раз обсуждение вот этого вопроса, я думаю, в рамках этой комиссии, на самом деле, вполне, я думаю, что можно будет и шире вопрос ставить. Ну, вернемся к вопросам, которые обсуждались на сессии. Вот если взглянуть со стороны, да, на сессию Хурала, то, ну, такая закономерность, по крайней мере, для меня лично, да, прослеживается. Вопросы, которые касаются большинства населения республики, они принимаются либо довольно-таки быстро, да, то есть фактически без обсуждений, без каких-то, без прений, да, там, без разногласий. А вопросы, которые касаются непосредственно лично депутатов Хурала, в том числе, да, они вызывают такую бурную дискуссию постоянно, да. Даже вот те вопросы, которые ты упоминал уже в приведении, просто приведение нашего законодательства в соответствии с федеральным законодательством. Вчера был такой вопрос о том, что нужно привести в соответствие законодательство по поводу досрочного сложения депутатских полномочий. Государственная Дума, она приняла этот закон еще в прошлом году, там, по-моему, летом она приняла, да, и сейчас нужно было привести в соответствие наш закон. И вот этот вот вопрос, он вызвал такую бурную дискуссию достаточно, да, то есть депутаты начали говорить о том, что любого можно депутата подвести под этот закон тогда, то есть там любого фактически убрать из Хурала, да. Да, вспомнили, кстати, и депутата Болоневу, которая по вашему списку шла, попала в Хурал, да, и сейчас, я так понимаю, ее из партии исключили, но депутатам она все еще осталась. То есть поднимались, в законе отмечены такие вещи, как за непредоставление декларации вовремя, за ошибки в декларации можно лишить мандата, да, за исключение, вот опять же, из фракции можно лишить мандата. Вот почему ты думаешь, вот эти вопросы, которые касаются лично каждого депутата, они вот такие вот всегда вызывают прям бурные дискуссии? Буржуатный парламент. Ну, я еще раз просто, если серьезно говорить, да, то есть надо понимать, что представители закона, они, безусловно, есть хорошие, есть плохие в целом, да, то есть какие-то люди все разные, но в целом она система так сегодня устроена, что кто, ну, давайте вообще представим ситуацию, хороший рабочий человек хочет, или хочет, или его коллектив хочет сделать его депутатом, шанс у него, согласитесь, что гораздо меньше, что он станет депутатом, чем у предпринимателей, у кого у нас, в принципе, есть примеры, даже в нынешнем созвездии. Есть отдельные примеры, безусловно, да. Есть учителя в парламенте, есть, священнослужители. В целом, системно. Ведь система, любая система стремится себя сохранить и воспроизвести, да. Ну, вот оно, собственно, так и происходит. И когда личных вопросов касается, ну, конечно, многие депутаты, к сожалению, начинают больше интерес проявлять, нежели более таким важным вопросом в целом для республики, для жителей наших. Вот. Что касается вот этого закона, ну, там, на самом деле, зря они сильно беспокоились. Там и на федеральном уровне, хотя мы не раз, наши коммунисты, кстати, инициировали вопрос о том, чтобы вообще иметь возможность отзывать депутатов, чтобы у партии были возможности отзывать депутатов, чтобы у жителей были. Сегодня вообще депутаты-то настолько вот привилегированные действительно небожители, да, что главное избраться, вот главное полгода перед выборами отпахать, красиво все там показать себя, а там дальше пять лет сидишь и не порежешься, что называется. А вот с этим мы пытаемся бороться, мы инициировали на уровне Государственной Думы соответствующие законы, но они не проходят, то есть, видимо, опять динсинк самосохранения у многих вот этих людей срабатывает. А что касается вот того, что вчера на сессии рассматривалось, там речь идет о том, что если депутат, оно и до этого так и было по закону, депутат выходит из фракции, будучи списочником, выходит из фракции, где он состоял сам, написав заявление, выходит, тогда он автоматически слагает свои полномочия. А если вы исключили из фракции, то, на мой взгляд, к сожалению, это не ведет к его лишению мандата, хотя они, эксплуатируя партию, образ партии, поддержку партии проходят, а потом забывают о своих обязательствах перед партией и перед избирателями, которые все-таки выбирали коммуниста, допустим, да, в нашем случае, а не просто красивого там Иванова, Петрова, Сидорова, Батмаева или еще кого-то. А вообще, какие сейчас есть рычаги, скажем так, давления на депутатах Урала, ну, допустим, у того же избирателя? То есть вообще сейчас можно как-то лишить депутата мандата? Вот я только что сказал, что, к сожалению, нету такого. То есть все, в принципе, нету. И нет такого? Проходит, и дальше он вообще, если у него тем более нету желания на следующий срок пройти, да, и он считает, что за эти пять лет он все свои вопросы решит, так он может себе вообще вести как угодно, делать все, что хочет, и инициировать любые законы, какие ему вздумаются, да, и не считаться ни с кем, и ничего ему за это не будет. Вот они реально таковы сегодня. Хорошо. Если большинство в парламенте, это все-таки буржуазная, да, такая вот тусовка, почему вы, как коммунисты, не иницируете вот такие законы прямо на каждой сессии, в каждом сезоне, скажем так? Во-первых, на каждой сессии один и тот же закон невозможно инициировать хотя бы потому, что... Все знают о том, что можно поменять буквально несколько слов, и будет новый закон. Ну, этот закон неоднократно инициировался. Это вообще сфера федерального законодательства. Мы не можем на региональном уровне его принять. То есть он будет противоречить федеральному. Почему мы, собственно, вчера и приводили тоже соответствие, да? Поэтому это уже вопрос к Государственной Думе, к федеральным органам власти. Ну, там, не только Совет Федерации, президент, да, вот, кто принимает законы. Ну, на данный момент эти законы не принимаются, они не допускаются. Но я думаю, что в том числе государственный режим, система сегодня себя тем самым оберегает. То есть, ну, получается-то в итоге те же люди, которые сегодня занимают эти должности, ну, как вы, собственно, сейчас правильно было разговаривали, что принимают законы, касающиеся их самих. Ну, и, соответственно, таких людей, как Феликс Эдмундович в свое время, который в обморок голодный падал в гражданскую войну, таких у нас чиновников очень мало, к сожалению. Может быть, они есть, но мало. Наши чиновники до голодных умороков еще далеко. Ну, да. У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо, что нашел время прийти к нам, поговорить о сессии Народного Хурала. Я напоминаю, что в гостях у нас был депутат Народного Хурала Баир Циренов, и это была актуальная тема. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»